Добрый день, друзья! Сегодня у нас 10-й юбилейный каст записи передачи «Беседа о Виблии». И мы беседуем сегодня о грехе, о том, что такое грех. Грех, вменяемый верующим, грех, вменяемый неверующим. И со мной сегодня уже, как обычно, Гузель Тазниева из города Салават. Да, ты слышишь там? Пока, да. Из города Салават в Башкирии. Да, давай начнем с того, чего ты хотела спросить. Да, ну, собственно, вот интересует, что же такое грех. Для того, чтобы понимание грех, да, для христианин предположим. Есть один грех, который, ну, если враг чисто по Писанию, есть один только грех, который христианину не простится. Это оскорбление Духа Святого. Вот этот грех не простится. Это, пожалуй, единственный грех, который можно... Единственный грех, который вмениться на сути неверующему, это неверие в Иисуса Христиан, то есть в жертву, которой Бог искупил вообще все человечество, включая грешников. И если человек не верит в это, то это будет единственный грех, который будет ему гмениться. А если, значит, соответственно, если, соответственно, человек уже верующий, то единственный грех, который, ну, по Библию, по крайней мере, это вот оскорбление Духа Святого. Как это фактически может быть, я не знаю. Нигде не написано, что значит оскорбить Духа Святого. То есть что нужно сделать, чтобы его оскорбить. Но факт, что если мы оскорбим Духа Святого, то этот грех нам не простится. Оскорбление, осквернение Духа Святого – это одно и то же? Как можно осквернить Духу Святого? Грехом, предположим. Если человек, например, знает, что это делать нельзя, и все-таки делает намеренно, делает грех. То есть это осквернение того Духа, который в нас... Мы опять возвращаемся к тому же самому, о чем говорили в прошлый раз. Человек, который крещен Духом Святым, грешить не может. Просто. Он может согрешить один раз. Когда человек делает какое-то действие, не зная, что это грех, и будучи обличаемым Духом Святым или совестью, как мы его называем, больше не грешит, это и есть человек, крещенный Духом Святым. Человек, который был спасен, он два раза одно тоже не сделает никогда. Один раз – да, по незнанию, может быть, по соблазну какому-то. Но если он это повторяет каждый день, то он никогда не был спасен просто. Он думает, что он спасен, но он не спасен. Человек не может делать два раза один и тот же грех, зная, что это грех. Значит, в нем нет Духа Святого. Осквернить Духа невозможно. Можно осквернить Храм Духа Святого – это да. Но, опять же, если мы крещены Духом Святым, что значит крещение? Вот это вот слово «крещение», мне оно очень сильно не нравится, но другого слова, к сожалению, нет в русском языке. Ну, «баптиза» как-то не звучит. Ну, это именно «баптизм». Это именно «баптизм». На слух не ложится. Слово «баптизм» в греческом языке – это вот, если, например, я хочу взять белую ткань и сделать ее черной или синей или красной, мне для этого нужно окунуть ее в красную, черную, белую, синюю краску. И вот этот процесс окунания и приема свойств цвета к тому тканью, то есть эту ткань можно потом стирать, гладить, я не знаю, что, разрезать пополам, она все равно останется красной, белой или черной, вернее, красный, черный или синий. То есть ткань полностью принимает свойства того, во что она окунается. Вот само слово «баптизм» это и обозначает. То есть мы, будучи крещенными Духом Святым, принимаем его свойства на себя. Может ли Дух грешить? Не может. Плод может грешить, да. Но, опять же, плод управляется Духом и ведомо Духом Святым. И если человек согрешил, скажем, сделал что-то по незнанию своему, по соблазнению своему, да, мы знаем кучу разных случаев, когда человек, особенно, причем, чем больше человек верующий, кстати, тем больше на него атак вот с разных сторон по этому поводу. И мы знаем кучу примеров, когда люди подвергались тем или иным соблазнам. Верующие люди, помазанные люди, служители, высокие, вот тот же самый, там, скажем, какой-нибудь пастор, может быть, дали епископ какой-нибудь, подвергся соблазну какому-то там, например, не знаю, кажется, что предположим, там, где-то там он выпил, потерял над собой контроль и перепил, к примеру. Или там, я не знаю, сильно кто-то выбил его из себя, и он там трехэтажным. Но это не значит, что этот человек не крещен Духом Святым. Это значит, то есть, если он это сделал, потом раскаялся искренне и больше этого не повторял, то есть, он уже знает, что может его к этому привыкнуть, что может его соблазнить на эту тему. И он бодрствует, чтобы этому соблазну больше не податься, то да, как бы этот грех смывается, прощается, моментально причем. Но если он, зная теперь, что вот, а, вот он сейчас отматерил там кого-то или там набухался где-то там по-черному, и он теперь знает, что, ага, значит, этот грех мне может проститься, значит, я еще раз могу набухаться, еще раз кого-то отматерить там и так далее, то это уже будет, во-первых, с человеком гречен Дух Святым этого не произойдет, потому что Дух не даст этого сделать. А человек, который не спасен, он, да, он запросто будет продолжать грешить тем же грехом. Кстати, опять же, вот это вот исповедание, так называемое, да, очень сильно принятое в православии, в католицизме, когда мы приходим и исповедуемся священнику, да, это фактически, конечно, исповедь. Это, я вот сейчас тебе расскажу, батюшка, какой я плохой, и пойду опять быть плохим. Но мне так, мне нужно исповедовать. Я исповедовался, вот я тебе рассказал, я плохой, я грешу, там, я там бухаю, прелюбодействую, там, курю, матерюсь, там, жену убью, там, и так далее. Я исповедовался, все, прощены тебе грехи, и тот ему говорит, там, иди, прощены тебе все грехи. А на самом деле никто ничего не простил. Кто такой этот священник, чтобы прощать грехи? Человек, который не раскаялся. Прощение греха, есть, как бы, есть процедура, описанная в Библии, прощение греха. Это осознание того, что это грех, покаяние. И отказ от греха, это есть, это и есть как раз прощение, а ничего другого, там, батюшка, то, что там, кодилом помахал, кисточкой побрызгал, там, перекрестил три раза, это же не значит, что грехи прощены. Кто такой, батюшка, батюшка, такой же человек. Ну, тем не менее, вот, говоря с вами, да, тогда у меня вообще большой вопрос о рождении священника. Потому что у меня бывают такие цикличные, прям, беда. Но бывает, что вот действительно одно и то же совершаю несколько раз, особенно вот, когда злюсь. Ну, в смысле, не особенно, когда злюсь, а я вот именно, что вот... Смотри, Павел пишет в своем послании, по-моему, Галатом, если я не ошибаюсь. Не помню сейчас, где это написано. Но он пишет, что по плоти своей мы согрешаем. По плоти. Опять, что такое грех? Вот один единственный грех, который сказал, который тебе не простится никогда, это оскорбление Духа Святого. Один единственный грех. Мы, к сожалению, живем в плоти. Плоть – это поражена вот этой вот болезнью, которая называется грех. То есть этой плотью управляет не Бог, этой плотью управляет не Дух, этой плотью управляет Сатана. И мы это все знаем прекрасно, и желания наши плотские, и удовольствия наши плотские, и счастье наше плотское, и так далее. Почему человек не может не ходить в церковь? Потому что Дух Святой идет с нами всегда. Он всегда в нас, он внутри нас, но за него, вот благодаря тому, что наше плоть цепляется все еще за Сатану, или Сатана за плоть, идет вот эта вот борьба. Потому что если бы на самом деле пришел Дух Святой, и полностью нас очистил, да, и в нашу плоть, то мы бы светились сегодня, как Иисус, или как Моисей, сошедший из горы Синай. И от нас бы там лучи света в разные стороны расходили. Но мы, получив Духа Святого в себе, остались в той самой внешней грешной плоти, которая живет в этом миру. Положи одно гневое яблоко в корзину с нормальными, они все сгниют. Что мы здесь? Мир гниет, и мы гнием вместе с ним. То есть, как видит Бог? Вот мое такое впечатление, может быть, я ошибаюсь, но как Он видит землю, куча трупов. Куча трупов живых, зомби таких ходят, и среди них вот эти вот верующие, это проблески света. Вот там, где Он свет видит, такие вот мерцания, знаешь, как на самолете летишь, видишь темно, темно, там свет. Где-то скопление света, где-то реже свет, но это свет. Вот это верующие, это церкви, это собрания, это молящиеся и так далее. А все остальное, это тьма. Это трупы, которые ходят. И да, наш дух, войдя в нас, он очищает нашу плоть, но изнутри. Изнутри. Снаружи-то мы остаемся в контакте с этим миром, ничего не поделаешь. И рождение свыше, это не значит, что раз тебя там изменили всю, и ты теперь светишься, ты такая с нимбом там и так далее. Нет, рождение свыше, это когда тебе, ну, будем так говорить, до рождения свыше, возможно, единственное, что тебя обличало, это совесть. После рождения свыше тебя обличает дух. И вопрос, как бы вот в чем, ну, я считаю, теологически чисто, да, если по Библии смотреть, вопрос в том, веришь ли ты в Иисуса Христа, как человека, пришедшего в этот мир, человека в первую очередь, который, будучи во плоти, он ведь родился от грешной плоти. Дева Мария, она не была ангелом во плоти. Но, тем не менее, она была невинной. Как она была? Она была грешной, как и все другие живущие на этой земле, включая Марию. И он родился от грешной плоти. Именно поэтому понадобилось, не то, что она там грешила, знаешь, там она была, она была с геном греха, она была заражена вот этой болезнью греха, носителем вируса, будем так говорить. И поэтому понадобилось вмешательство Духа Святого, потому что ДНК женщины, оно всегда, всегда подавляется ДНК мужчины. Всегда. Поэтому отцовство установить можно, материнство нельзя по ДНК. Вот понадобилось, он так говорит, ДНК Бога, чтобы нейтрализовать вот это вот грешное ДНК, которое было во плоти, чтобы родился человек идеальный. Вот это осуществилось, осуществился заповедь, осуществился план Бога, на рождение идеального человека. Но он все равно родился человеком. Он до горы преображения был обычным человеком. Вот это плот, в который родился Мессия, он был обычным человеком, до горы преображения. На горе преображения он преобразился. Он осветился полностью. Вот этот момент освещения полностью, он не произойдет в нашей земной жизни никогда. Но это не значит, что внутри нас не живет Бог. Его грешная плоть, в которой он ходил до горы преображения, она была той же грешной плотью. Просто его дух Божий, вот это вот ДНК Бога, было настолько мощным фактором в его жизни, что оно подавляло всякий грех. Он не соблазнялся ни на что, он был во всем искушен, как написано, кроме греха. Написано, он был во всем искушен, кроме греха. То есть на грех он поддаться не мог, потому что его ДНК Бога, существовавшего в нем, оно было сильнее, чем ДНК грешной плоти, в которой он жил. И это было необходимо родить именно такого человека, воплотив грешный, чтобы еще и все грехи человечества на него повесить. Дух уничтожить невозможно, уничтожить может только плоть. И на эту плоть нужно было навешать все грехи всего человечества. И именно эта плоть умерла на кресте. Не дух умер, дух-то не умер, а плоть умерла на кресте. И воскрес на ней, это плоть, а плоть очищенная. Очищенная. Поэтому его никто не узнал поначалу. То есть он пришел в облике человека, как бы в виде, я не сказал в облике, я не правильно сказал, не в облике, а не в облике, а в виде человека. То есть мы даже, когда поднимемся наверх, мы увидим у него дыры в руках, в ногах и в ребрах, потому что это видели его ученики. Но он был уже в другой плоте, очищенный, поэтому он весь светился, он был весь в белом, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, по сути же, и мы точно так же. Нет, а у нас... Приобретая характер Христа. Нет, вот в том-то и дело. Вот здесь вот самое-самое тонкое грани существует. Мы не получили ДНК Бога. Мы родились грешными с этой стороны и с этой стороны. Мы в грешные плаки делились. Мы были зачаты в грешные плаки и родились в грешные плаки. В момент рождения свыше мы не получили новое ДНК, которое взяло и погасило вообще весь грех у нас. Мы получили духа, который в нашей плаки блокирует вот в этой вот системе ДНК. Она же осталась неизменной, эта система ДНК. Когда мы с ней родились, мы с ней умрем. Но в этой системе ДНК появилось звено, которое отвечает за то, чтобы мы воспринимали наши действия по-другому. Например, то, что раньше нам казалось нормальным, сегодня мы считаем неприемлемым. И это происходит в одну секунду. Это не происходит со временем. Вот я почитаю Библию, потом помолюсь на икону, потом позажигаю свечки за упокой, свечки там, за здравие там, позажигаю там, еще что-то, да. Вот только после этого я начну понимать, что вот это, ага, это плохо, это хорошо. Нет. Рождение свыше происходит в секунду. Для Бога нет ничего, невозможно. В тот момент, когда Бог своих спасенных избрал еще до создания мира. Он уже заранее знает, кто из нас спасен, кто нет. И когда приходит вот этот вот момент рождения свыше, у нас просто в нашу ДНК добавляются мощные гены, будем так, ну на простом языке я говорю, на человеческом, да, мощные гены, которые меняют наши привычки, соответственно, меняют наши действия, соответственно, меняют образ мысли, соответственно, меняют судьбу. Вот откуда вся эта теория пришла вот о смене образа мысли и смене судьбы? Чисто из теологии. Это все в Библии написано. Именно такой процесс и происходит. Мы меняем действия. То есть мы соглашаемся открыть свое сердце. Для этого нужно быть согласен, кстати. Не просто так Бог сказал, ага, вот этот сейчас будет спасен. Нет, для этого нужно согласен. Единственным человеком, которого Бог спас, вот будем так говорить, своим волевым решением, это был Павел. Он просто увидел, что Павел что-то там зазнался, а он должен быть. Это дает надежду. А? И это дает надежду. Единственный пока человек, которого он спас именно вот таким вот способом, сказал, ты и будешь мне служителем. И все. И разговора быть не может, потому что я тебя избрал. Да? Вот все остальные люди должны согласиться открыть свое сердце для того, чтобы туда, в это сердце, вошла благая весть. И в то время, как в сердце входит благая весть, в этот момент происходит рождение свыше. Но человек должен это согласиться. Да? Ты можешь проповедовать человеку до позеленения. Если он не согласен открыть свое сердце к благой вести, дух свыше туда не войдет. Но когда он только туда вошел, он тут же устанавливает на некоторые гены блок. Блок, который говорит, вот это теперь мы не делаем, потому что это в глазах Бога неприятно. Это мы не делаем, потому что в глазах Бога неприятно. Такие мысли мы не рождаем, потому что в глазах Бога неприятно. И так далее, и так далее, и так далее. Но это не значит, что наша ДНК изменилась, и наша плоть стала другой. Плоть осталась той же самой. У нее крепко держится сатана. Прямо крепко не отпускает. Ну а как же плоть немощна друг себя? Потому что она немощна. Ну она же умышляется. То есть мы каждый день умышляем свою плоть. Да, но она живая. Из-за нее держится, из-за нее держится сатана. И он через нее пробует проникнуть, проникнуть, проникнуть. Каждый раз. И когда мы не бодрствуем, вот это вот слово бодрствуете, да, то есть, например, я знаю, к примеру, да, что мне нельзя там пить. Есть люди, которые знают, что если они выпьем, они как бы, они не алкоголики, но они знают, что им достаточно выпить там 100 грамм водки, и все, они становятся неуправляемыми. Сейчас они, правда, будут пить и пить, и пить, и идут в запой. При этом они верующие люди. Но вот он чувствует там, что он уже там год не пил, и он держится, и можно там выпить бокал вина, скажем. Но он не понимает, что в организме произошли необратимые изменения, что организм его больше алкоголь так не воспринимает, как он воспринимал раньше. И вот это вот отсутствие бодрствования на тему, как он воспринимает алкоголь, побудило его, что он не со 100 грамм водки, а с полстакана вина стал вообще никаким, и ушел на 3-4-5 дней в запой. Это не потому, что он грешник, потому что он просто потому, что он не бодрствовал в тот момент, когда ему подали вот этот стакан вина. Вот тут ему бы отказаться. Ну, если он раньше был алкоголиком, то есть он знает свои больные места, то же самое с наркотиками. То же самое с курением. Человек не может там взять и в один день сказать, окей, ладно, я сейчас сигаретку покирую с ребятами, а потом брошу. Если он до этого был никотинозависимым человеком. Я просто был никотинозависимым, я 25 лет курил. А я вот 7 лет назад бросил курить, но 25 лет до этого я курил. И меня, еще до того, как я принял Иисуса, я бросил курить. И Бог меня от этого избавил. Он просто поменял мне вот эту программу мою внутри меня. То есть сегодня меня даже не тянет, просто даже попробовать сигарету. Потому что я, ну, я очень любил сигары, я уже рассказывал. Она и до сих пор люблю. Я люблю запах сигары, когда кто-то курит сигары. Я обожаю у него этот запах. Но я попробовал сам покурить сигару. Мне даже вот как-то я только прикуривал ее, эту сигару, мне уже стало ворку настолько противно, что я просто ее отдал товарищу, она хочет докурить, я не хочу ее курить. Но запах сигару все равно, для меня это, ну, 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 это действительно приятно, хороших сигар, я говорю не вот эти за три копейки, а хороших сигар, запах, я очень люблю. Я люблю очень запах коньяка, но я не могу его пить. Я обожаю запах коньяка. Я когда пью кофе с коньяком, я тоже люблю пить кофе с коньяком, я капаю коньяк и жду пять минут, пока пью и отрицал алкоголь, потому что мне нужен не алкоголь, а коньяк, запах коньяка вот этого. Да, или шоколад хотя бы с коньяком. Нет, шоколад с коньяком, там есть алкоголь, я бы его неил. Да ладно. Поэтому, как бы, опять же, я знаю, что, на какую тему мне надо бодрствовать, я знаю, что меня может соблазнить. И бодрствование, оно именно перед соблазном. Написано, Иисус говорит, должно прийти в мир соблазн, нужно прийти в мир соблазн. И нас будут соблазнять, и мы будем соблазняться. Все равно, где-нибудь мы доупадем в грех какой-нибудь. Все равно, по-любому, то тут или там, так или иначе, нету святых, никого. По плоти, я имею, но не по духу, по плоти нет святых. Все грешники. Нас когда-нибудь, что-нибудь, где-нибудь соблазнит однозначно, может быть даже не один раз но что это показывает не показывает что на грехники это показывает что он просто не бодр tod была в этот момент когда соблазн пришел и вот вот это вот как называется в писание согрешил да нет иногда если грех но если мы осознали что мы не бодро стоит с меня со словами ой да я вот до грехил я набухался все нет если ты признает они не был твоим грехом набухался ничего страшного не произошло грехом было то что ты не бодрствовал вот это вспомнив какой момент ты не бодрство фиксирует у программу себя в голове в этих ситуациях я буду наиболее бодрым когда вот я сижу с друзьями мне предлагают выпить теперь я знаю что прошлый раз закончилась запоем я теперь все я не притону сколько буду пример нет никогда не беспокоил от момент я еще раз я не был никогда не не алкоголь зависимым меня никогда слава богу не был наркоманом и вообще как бы у меня была проблема тоже вот как-то рождение свыше да я разговаривал с пастором своем ороги рожден меня свыше то есть меня не было какие-то там наши такие вот прям свидетельства уау там значит такое произошло может потому что я всегда старался так или иначе жить с богом я читал списание я верил в существование бога я никогда не был атеистом позволял себе туда там шуточки эту тему рынка него атеистом я доверил бога меня туда-сюда бросала в разные там течение и так далее но по крайней мере я знаю что бог был всегда рядом я всегда его искал он был всегда рядом у меня спасал совершенно таких ситуаций в которых люди нормальные может и не выжили бы никогда и исцелял и до сих пор ведет меня по жизни как бы и вот сам сама вера вышла само принятие иисуса христа верить они не отрицал его существование но принятие его как жертвы спаси спасший меня это не было чем-то таким знаешь вот вау наш там вот там вдруг меня избавила от того избавил от этого я видел людей наркоманов они приходили в церковь полностью пьяные укоренные с вот такими стеклянными глазами выходили оттуда помазанными служителями за два часа за два часа служения люди приходили помазанными служителями просто меня такого не было и как мне понять рожденные свыше как мне понять рожденные свыше этот ответ я нахожу не где-то там не в беседах с кем-то я нахожу его в библии и в библии написано что дух святой он дает дары этим даром невозможно научиться их можно только приобрести вопрос насколько я вам смотри мне можно подарить например завод вот не дарят завод по производству сверх точного технологичного оборудования да да не каждому же дают правильно мне дарит мне есть два две опции я могу взять человека который в этом этом заводе вырос он у вас как научи меня как этим правильно пользоваться а могу сказать все я сейчас тут начальник все вот тут сели сейчас я вам раздам указания и в результате через там полгода завод превратится в банкрот или вообще там перестанет быть актуально то же самое с дарами святого духа я их получил они у меня уже есть вопрос теперь как их раскрыть как и показать эти да самому себе первую очередь и как именно учиться пользоваться потому что такое долготерпение если я сейчас возьму и думаю долготерпение на мне должен долго сидеть и терпеть денег там или шуме там гвоздь в заднице я буду сидеть можно же потерпеть не сильно потерплю это оказывается не то это не о том долготерпение это когда и у меня признаюсь что я я не сильно там долготерпивый человек меня 6 секунд можно вывести себя есть такой анекдот даже проверяли написали что в это объявление значит молодая мать десяти лет трех программистов ищет непсихованного молодого человека который может научить ее работать на компьютере у меня дома такая же ситуация мамами на день рождения подарил компьютер с условием что она найдет кого-нибудь кто научит ее на нем работать я с компьютером меня реально будет из себя обучать этим не мама меня выводит из себя нее поведение меня выводит из себя что мне надо сейчас сидеть и кого-то обучать вот эта кнопка enter а это кнопка пробел а shift alt не нажать не shift alt а shift alt одновременно вот это все меня это просто в этом искал мам найди себе кого-нибудь у тебя научит хотя бы элементарным вещам это относится ли это к долготерпению да относится к долготерпению я не терпелив в таким вещам то есть мне нужно мои дары святого духа не только получить и иметь а мне их нужно еще и развивать и проявлять да то есть яс я уже сегодня меньше пишусь на эти вопросы она уже она уже недалеко от меня сидит она уже может сесть за тот же стол что делать меня спросить я уже я объясню раньше например там где-то с полгода назад это бы закончилось скандалом но это дар нужно в себе развивать так вот как я знаю что я крещен святым духом святой дух не дает не только дары он еще и обличает то есть раньше у меня не было проблем например если там кто-то что-то там не то сделал отругать его там по полной программе нам и так далее тот день когда я принял иисуса для меня проще промолчать искать ему нет послушай давайте объясню да и сказать ему то как я это вижу они просто сказать да ты такой вот и сикой там я твою маму знаю и папу знаю и бабушку знаю все знают вот такие вещи такие мелочи на которые люди не обращают внимание для них очень важно а говорит ли он на иных языках а пророчествует ли он наш меня тоже проявляются иногда до пророчества я могу что-то такое увидеть сказать человеку и с ним это произойдет или даже не человеку а его может быть близким надевать настолько редко это настолько вообще незакономерно и это даже не во время молитвы да просто так вот я могу закрыть глаза и представить уже какая-то проблема со здоровьем была недавно ситуация чека проблема со здоровьем все отчаялись уже я просто вот сидел что на эту тему разговаривал что я был уставший страшно в этот момент мне просто хотел закрыть глаза потому что они меня просто не видели я сижу вот так вот закрыл а это очень знать я закрыл глаза и другие отчетливо вижу него он не мог тому и был сотрясение мозга у него нарушился нерв какой-то там и он не мог открыть глаза не мог сам глотать и так далее я вижу четко совершенно перед глазами что он открывает глаза он смотрит вот он лежал за как они сами открыл глаза смотрит говорит дайте мне поесть и сам глотает только за того зондом питался потому что ну нарушение было какое-то я сказал дорожу я вижу что у него все в порядке завтра они пришли все не в порядке после завтра пришли все не в порядке а через два месяца когда уже вообще от него отказались они сказали он открыл глаза а до этого врачи сказал никогда не откроют он открыл глаза то То есть я не считаю себя пророком, но по крайней мере каким-то образом мне Бог дал знать, что это произойдет. То есть я какое-то где-то зерно надежды кому-то в душу поселил. Вот это есть дары Святого Духа. А не то, что я сейчас вот здесь будет город заложен, назван отменному соседу. Нет, это не пророчество в данном случае. Это может быть кто-то есть пророк, который реально получает слово Господне, и Бог говорит через него. И это его дар, и он его развивает, и он им пользуется, и он приносит им пользу этим даром. А есть пророчество, что вот иногда бывает такое, что да у каждого это бывает, кто крещен Святым Духом, что вот что-то происходит, и все равно вот ты знаешь, что все будет хорошо. Как бы нужно, есть масса поводов для беспокойства, нервничать, там валерьян купить, там карвалол, еще что-то. А кто-то где-то внутри тебе говорит, все будет хорошо, все будет вот так и вот так. А твой внутренний голос говорит, да ничего не будет, да нет, я же вижу. А тебе внутри кто-то говорит, все будет хорошо, все будет нормально. Поэтому говорят, что тот, кто внутри нас сильнее того, кто снаружи, того, что снаружи. И вот это есть, опять же, крещение Духом Святым. Это есть у каждого, кто крещен Духом Святым. Если человек крещен Духом Святым, он уже рожден свыше. А твои вот эти вот, как ты говоришь, грехи цикличные, которые ты делаешь, это не твои грехи, это грехи плохие. Само то, что ты их осознаешь, и тебе за них стыдно, и ты в них каешься, это значит, что тебе нужно думать не об этом, ты не на том концентрируешься. Тебе нужно подумать, при каких обстоятельствах это произошло. И в этих обстоятельствах бодрство. То есть знать, что вот в этот момент тебя может соблазнить враг, и ты начнешь там злиться, ругаться, там, обижаться и так далее. Просто отследи, в каких ситуациях, то есть тебе нужно уже заранее, то есть ты знаешь, да, что, например, я знаю, у кого есть боязнь высоты, у меня есть боязнь высоты. Я, например, могу подойти к краю. То есть так, давай так, 49 этаж самого высокого здания в Теравиве, это, я думаю, там где-то примерно около, ну, наверное, 250 метров над землей. Я не была на такой высоте. Ну, приедешь, можно сходить там поужинать даже. А мне нету приглашения? Значит, это самое, смотровая площадка. У меня нет проблем подойти прямо к стеклу и посмотреть вниз. Потому что я знаю, что есть стекло. А если бы бы не было? Для того, чтобы подняться на этот самый, нужно пройти через торговый центр. И торговый центр, все эти переходы, они над, ну, в пропастье фактически, да, они один над другим вот так расположены, эти переходы. И я знаю, что если я хочу себя чувствовать хорошо, мне ближе, чем на три метра подходить к барьеру нельзя. У меня начинает кружиться голова. Я начинаю испытывать дикий страх. Не знаю, почему. Я не могу смотреть вниз, например. Не могу смотреть, когда кто-то облокачивается на вот эти подлокотники в торговом центре. А я знаю, что за ним пропасть там 30-40 метров. У меня все. Поэтому я на таких людей не смотрю. И ближе, чем на три метра к этим барьерам не подхожу. Я хочу себя чувствовать в безопасности в этом. То же самое, когда мы знаем, что нас может соблазнить. То есть, когда я знаю, что меня может заранее соблазнить, я ближе, чем на определенное расстояние к этому не подхожу. Ну, я согласна с этим, потому что, как бы, действительно, я замечаю. И вот, например, раньше, когда я работала, то есть, проходя... Проходя, я раньше жила на четвертом этаже, и вот я иду по лестнице, и говорю, Господь, дай мне смирение, дай мне спокойствие, дай мне не замечать. Вот сейчас я открою дверь, и дай мне просто ослепнуть на то, что я сейчас должна увидеть. Дай мне сейчас просто вообще не видеть того, что я прохожу. Я действительно, я прохожу в прихожку и не вижу всего того, что там не должно быть. То есть, маленький ребенок, да, вот когда он еще рос, там все, и обувь, и портфель, и пиджак непонятно где. В данном случае я бы посоветовал тебе чисто уже не по теологии, да, а по психологии. Когда человек знает заранее, что его раздражает, он пытается избавиться от того, что его раздражает. Правильно? Но все, что тебя раздражает, тобой управляет. Чем больше ты будешь стараться избавиться от того, что тебя раздражает, тем больше этих раздражающих моментов у тебя появится в жизни. От чего, да, стоит избавляться, это от эмоций, которые ты по отношению к этому проявляешь. Например, меня страшно раздражает этот израильский, это вот я видел только в Израиле, я не знаю, есть ли это сейчас в других странах, но израильтян может спокойно идти, например, подниматься по эскалатору, вот он поднялся до вверх, и за ним еще я там еду, да, и он может просто посреди вот остановиться еще вот, вот просто сойти, сходи остановиться и оглядываться по сторонам, где он находится. Не отойти в сторону и отгадать, не, он встанет вот там вот, где вот Лиха Годинов заставить, вот там вот он встанет и поглядываться. Ты ему говоришь, Лиха, он такой, он тебе еще посмотрит, такой, типа, ты что тут вообще, ты откуда? Или там вот узкий тротуар, да, идет там два человека, они могут посреди дороги встать и начать обсуждать что-то, понимаешь? А то, что там люди идут, их не интересует, у меня это дико бесило когда-то, просто дико бесило. И я мог там просто человеку сказать, слышь, ты вообще нормальный вообще, что посреди дороги останавливаешься, ты что там? А я еще большой, со мной мало кто спорит, как бы, поэтому люди там пугались и отходили. А сегодня я как бы, ну как сегодня, я уже, может, несколько лет выработал всю такую привычку, что я, когда они останавливаются, я подхожу к нему и говорю, осторожно задавлю. Вот когда они обращаются, они видят вот это вот два метра, которое там, и все, во-первых, они поняли, что они неправы, с одной стороны, с другой стороны, никто не разозлился ни на кого. То есть ни я, ни у себя не вызвал отрицательных эмоций, ни у них. То есть они улыбнулись, отошли, сказали извините, я пошел дальше. То есть не важно, что с тобой происходит, важно, как ты на это реагируешь? Сто процентов. Поэтому нужно отказаться от реакции. То есть если тебя это раздражает, поищи в этом положительный момент. Я, например, бы, вот, у меня никогда не раздражал бардак в квартире. У меня сейчас, я достаточно сам бардачный, у меня тут на столе, хорошо, что камера не показывает, что здесь у меня творится. Но для меня это нормально, это моя естественная среда обитания. Мне, конечно, гораздо комфортнее сейчас было бы взять, прибрать, чтобы еще на пару дней хватило здесь порядка, потому что через пару дней все повторится. Может, кого-то это раздражает. Меня никогда не раздражало бардак в квартире. Но есть вещи, которые реально мне мешают. Например, игрушки, разбросанные по полу, мне всегда мешают. И вот два разных подхода. Моя бывшая жена, она всегда говорила, вот, опять раскидали, то есть ее это раздражало. А мне это как бы нитника не мешало. Ну, игрушки там ногой подвинул. И когда я понял, что нужно все-таки детей приучать к порядку каким-то образом. Причем так, старшая это не... Она убирала за собой, а младшая просто так под диван распихает все так. Я начал как бы применять такую тактику. Я захожу, говорю, что ты сегодня ни во что не играл, что ли? Он говорит, почему? Я говорю, что ты игрушки не разбросаны нигде. И с одной стороны, он понимает, что он как бы что-то не то сделал, потому что распихать под диван все понятно, да? Или там что-то собрать, а что-то не собрать. А с другой стороны, раньше то, что раздражало всех, сегодня стало, например, такой аттракцией. То есть ребенок вдруг сам захотел что-то убрать. Не бывает. От противного. Да. Потому что я не пришел к нему, как бы... Он знал, что если он сейчас не уберет на него народ, а тут пришел я, у него не все убрано. Я говорю, что ни во что не играл, что ли? Чуть мало игрушек разбросано по полу. И он сам начинает додумывать, чего от него хотят. И он не злится, не обижается. И мне как по барабану совершенно. Фиолетово же там у него есть игрушки разбросаны. У них своя комната была. Мне как-то все равно, они же не по салону разбросаны были. Поэтому нужно смотреть на реакцию. То же самое по отношению к нашим грехам. Если я буду циклиться на реакции на свой грех, который я сделал, бывает, что сегодня, не дальше, чем позавчера, по-моему, я шел по улице, что-то там кто-то на меня не остановился. А, я переходил дорогу, кто-то не остановился мне уступить дорогу. Я что-то ему там под себя вспылил. Причем так, я помню, что я вообще думал не об этом. Для меня это нормально, что я подхожу к переходу, машина останавливается. А тут вдруг я подхожу к переходу, но я уже знаю, что есть такие варианты, что могут мне остаться. Я притормаживаю, останавливаюсь. А он пролетает на той же скорости, у него было достаточно времени затормозить. И что-то я ему там в сердцах сказал вслед. Ну, понятно, он-то не услышал, я-то с этим остался. И у меня моментальная реакция в голове. Ну и что вот часто, на кого ты разозлился? На машину? Ей все равно. То же самое с нашими грехами. То есть фактически я сделал, то есть я разозлился на другого человека. Можно назвать это грехом. Но я как бы не обличал себя, о, вот такой вот сейчас вот ему сказал, тебе там три дня поститься, восемь дней молиться там и так далее. Не, я просто сказал, что ты отрагировал это, зачем? Да, то есть в следующий раз я просто буду бодрее в этот момент. Я буду знать, что есть вариант, что кто-то вообще пролетит на меня. Они остановятся, значит, играть, остановиться еще на тротуаре. То есть я заранее готовлю себя к моментам, где я буду бодрствовать. То же самое здесь. Поэтому я считаю, что здесь как бы нет ничего такого опасного. Еще раз говорю, единственный грех, который по Библии нам никогда не простится, это оскорбление Святого Духа. А все остальное, если ты знаешь, что тебя может соблазнить из ключей, это просто и не будет греха. А из ключей можно одним способом. Проанализируй реакцию, смотри, где тебя соблазнили. Не подходи туда просто ближе, чем на определенное расстояние. Ну, все сразу не исключаешь, понятное дело. Но и в то же время нельзя так рассуждать. То есть как бы, а, это же не сами такой прям, не знаю, какой грех. То есть я могу это делать. То есть все равно, что ты должна так быть. Нет, нет, еще раз повторяю. Ты все равно будешь его делать. До последних дней в чем-нибудь ты будешь грешить. Ты не будешь святой при жизни никогда по плоти. По духу, да, ты уже святая. Но плоть – это сосуд, который мы освещаем. Вот это вот на иврите называется слово «иткачут». Освещение, то есть процесс перманентный. Он постоянно повторяется. Твоя задача не циклиться «Ой, я опять согрешила», «Ой, я опять разозлилась». «Нет, вспомни, что тебя к этому привело. Откуда это родилось? Почему ты разозлилась, обиделась, накричала, решила там еще сделать? Почему? И не подходи к этим моментам больше. То есть если ты видишь цикономерность в том, что вот это происходит, следом происходит твоя вот такая реакция, а потом вот такой результат, события тому ты исключить не можешь. Как в том торговом центре. Да я не могу поменять его планировку. Оно вот так построено. Эти все воздушные галереи, все это глаза в моих не видит. Но мне надо подняться туда наверх, чтобы зайти в этот ресторан там на 49 этаже. Я поменять не могу эту, но я могу начать по-другому реагировать. Я могу не приближаться к этим барьерам, не смотреть на людей, которые возле них стоят. Знаешь? Ну это хорошо, когда можно отделиться. А если, например, это что-то, когда касается чего-то из жизни. Общение с каким-то людьми, предположим. Не общайся с этими людьми. Не получится. Почему? Не получится, потому что это нужно делать. Давай разбирать. С кем, например? Ну, что-то я, кстати, не могу сейчас придумать. Значит, эти люди тебе не важны в жизни. А те, кто тебе... Они все равно бывают. Значит, их не должно быть. Отказывайся от общения с ними. Просто избегай общения с этими людьми. Например... Даже в церкви. Даже в церкви. Если меня кто-то из братьев и сестер раздражает, бывает такое. Я не думаю, что он плохой. Он классный. В нем такой же дух святой, как и во мне. Но меня его присутствие раздражает. Его разговор раздражает. Или ее. Единственный способ мне не впадать в это искушение, не общаться с ним в определенных ситуациях. То есть я знаю, в каких ситуациях может произойти то, другое или третье. Я в этот момент, в этой ситуации там не нахожусь. Потому что я знаю, что меня это может соблазнить на раздражение. Я не хочу этого. А как же любовь? А? А как же любовь? Любовь за... Вот я этим проявляю свою любовь. Потому что этот разговор перетечет в конфликт, как ни раз было. Не в смысле, что там сейчас драться будем. Нет, просто он уйдет раздраженным, и я уйду раздраженным. Но я знаю, что я могу этого избежать. Это его характер, его не переделать. И я не собираюсь этого делать. Поэтому, чтобы... Нет, ну нужно менять себя. ...чтобы избежать конфликта. Я просто не нахожусь в этой ситуации в данный момент. В данном случае идет третья человек, который считает, что он самый умный. Он все знает, все умеет. И он истинно в последней инстанции. Если он истинно в последней инстанции, чтобы ему было все хорошо, чтобы он был здоров. Но я там в тот момент, когда он что-то обсуждает, находиться не буду. Не буду. Потому что меня это соблазнит на какой-нибудь конфликт. Я могу там уподобиться ему. И он уйдет раздраженный, и я уйду раздраженный, и все будет плохо. Но тем не менее, вот это же в сердце остается, вот этот вот... Нет. То есть, может, через несколько лет другой человек, и точно так же, такой же. Пока вот у нас из сердца вот это вот не уйдет. Вот здесь как раз очень важный момент. На теологическом теме, то есть на теме Библии, я с ним общаюсь с удовольствием. Потому что мы говорим об одном тексте, мы говорим одним духом, мы говорим об одних и тех же вещах. У нас нет разногласий с ним вообще никаких по части Библии. По части жизненной ситуации он считает, что он самый умный. Кому что нужно сказать, куда нужно пойти, какие лекарства пить. Это все он самый профессор. А я не люблю разговариваться с профессорами. Потому что это еще раз как бы... В чем подлость самого спора? Ну вот говорят, в споре рождается истина. В споре не рождается истина, в споре рождается конфликт. У меня говорят, что среди двух спорящих один подлец, другой дурак. Дурак, потому что он думает, что он все знает, а подлец знает, что он знает больше, но все равно продолжает спорить. Я не хочу быть ни тем, ни другим. В данном случае, например, если я знаю, что... Я не говорю во всех ситуациях, я с ним не разговариваю. Я с ним общаюсь с удовольствием. Но есть вещи, в которых я даже не начну с ним разговаривать. Я вам просто могу сказать, даже не начинай. Вот даже не начинай на эту тему разговаривать. И таким образом я могу проявить любовь. Потому что я предотвращу конфликт. Мы уйдем с ним оба в хорошем настроении. Или там кто-то из сестер. Знаешь, вот я признаюсь сам честно, я человек очень рациональный на самом деле. Меньше эмоциональный, чем рациональный. И вот когда разговаривают уже женщины такие, знаешь, может быть, более-менее пожилым возрастом, 70+, они такие... Ой, все, 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 все. Меня просто это... И что я делаю? Я знаю, что меня это раздражает, чтобы это не слушать. Я просто прохожу мимо и говорю, добрый день. Я сейчас немножко занят. Я сейчас к вам вернусь, когда закончу. Я знаю, что она через секунду забудет, что хотела мне сказать. Но она хотела попричитать, как я похудела, как я хорошо выгляжу. Мне реально, ну, не хочется, не то, что не хочется комплиментов слушать, но в таком тоне не люблю я, когда разговариваю. Реально, меня не нравится. Вот чтобы избежать конфликта с ее стороны и с моей стороны, я просто дипломатично ухожу от разговора. Ну, а если вот ее принять просто такой, как она есть, может быть, она с ней так разговаривает? Ну, что теперь сделать? Отлично. Я прекрасно, я ее принимаю. Я ей улыбаюсь, я с ней здороваюсь, я с ней обнимаюсь. Говорю, я сейчас закончу, у меня есть служение, которое занимает очень много времени до самопробоведения и после. Я занимаюсь всем саундом, всей звуковой аппаратурой фактически. И это занимает реально очень много времени, требует моего там присутствия. Поэтому они это все знают. Я не то, что я вру там и ухожу, я говорю, я сейчас закончу, и мы поговорим. Через минуту ровно она уже забыла, что хотела мне сказать. Но ни у ней настроение не испортилось, ни у меня. Понимаешь, то есть это, я считаю, это одно из проявлений. А принимаю я всех, как они есть, конечно, без вопроса. Потому что мы в одном духе живем, мы одно тело. Я не могу сейчас сказать, что вот тот палец кривой, не хочу я с ним дружить. А это касая, я не буду с ним. Все части одного тела. Поэтому принятие это принятие. А уже как ты это принимаешь, это уже другой вопрос. Нужно делать так, чтобы никому не причинить вреда. Вот, например, я считаю, что если мы сейчас с этим братом будем выяснять отношения по поводу того, какие лекарства пить, какие не пить, польза от этого никому не будет. Это вообще бесполезный разговор сам по себе. Поэтому... Но ведь у каждого есть своё мнение. Что есть? Своё мнение. Естественно. Ведь у каждого. Согласен. Но я же имею право с ним заранее не соглашаться. И чтобы избежать конфликта, я человек, который обучает в том числе, как избежать конфликтов, лучше в разговор на тему разных мнений не входить. Лучше сразу не входить. Почему, например, есть у нас движение такое, вот это вот Владимира Мунтиана, да, которое там, они духов изгоняют и всякое прочее. Почему я на эту тему ни с кем не завожусь, я в это не верю. Я в это не верю. А у них целая теология построена на этой теме. Почему я не спорю с католиками? Потому что у них теология построена вообще не на слове Божьем. Но у них это теология. Я не буду с ними спорить на эту тему. Мы же пообщаться, что вот Библия говорит так, Библия говорит это и так далее. Но заранее я хочу знать, что человек здравомыслящий. Если человек не здравомыслящий, я не буду с ним разговаривать. У меня будет принцип такой. Платон мне друг, но истинно дороже. Я останусь лучше при своем мнении истины, чем буду с ним это выяснять. Потому что если человек не готов слушать, он слушать не будет. Я могу быть трижды помазанным, восемь раз епископом и четыре раза благословенным служителем с двумя рогами, торчащими из головы в виде лучей света. Но если он не готов слушать то, что я говорю, я могу аж разбиться из двигов, делать сальто прямо на сцене. Показывать фокусы во время проповеди, он все равно слушать это не будет. Слушать будет, воспринимать не будет. То же самое в разговоре. То же самое в разговоре. Мы не призваны быть лидерами мнений в церкви. Мы призваны быть светом миру. А вместо этого мы занимаемся обличениями в церкви. Вот ты такой, а ты такой, а ты это. Нет, это все не нам делать. Я могу... Написано, что все писание, оно благодуховенно и полезно для обличения в том числе. Я могу обличить кого-то. Но это не значит, что я с ним должен входить в конфликт. Я сначала выясню вообще, намеря мне его слушать на эту тему. Все равно, что я сейчас приду к человеку неверующему и говорю, так, сядь быстро, слушай, что я сейчас буду рассказывать. Входи, все, открыл Евангелие, значит, слушай, отсюда, отсюда. Вот пятую главу Евангелия от Матфея прочитал, чтобы сейчас быстро. Примерно в таком же духе будет. Обличение нужно и в церкви тоже, и среди братьев и сестер нужно обличение. Обязательно обличение. Но не каждому можно обличать. Но для того, чтобы он принял это обличение, он сначала должен быть готов это выслушать. Он должен открыть свое сердце к этому обличению. Я не буду обличать его в грехе. Он сам прекрасно знает, он крещен таким же духом, как и я. У него дух Алифа, у меня дух Би, нет, у нас один и тот же дух. Мы крещены одним и тем же духом. Поэтому о грехе он и сам знает, нечего его обличать. Его нужно помочь в этот грех больше не впадать. Вот к этому он должен быть готов. А кричать просто «А, ты грешник, ты курящий, пьющий, гулящий». Но он и так это знает, что он курящий, пьющий, гулящий. Ему нужно объяснить, в каких ситуациях он расслабился, не бодрствовал. И пришел князь мира сего и победил его в данной конкретной битве. И чтобы он вот в таких ситуациях не оказывался, а лучше всего к ним даже не приближался. Вот это и есть обличение. Совсем не в грехе. Крикнуть кому-нибудь «Ты грешник, это проще всего». А ты объясни человеку, в какой момент он в этот грех впал. И, кстати, в проповеди Евангелия то же самое. Нужно объяснить человеку не сам грех, а в какой момент он в этот грех впал, чтобы он больше к нему не приходил. К этим моментам. Не приближался к этим барьерам, за которым пустота, и человеку там некомфортно. Вот он должен понимать, что приближение к этому моменту, соблазнившему его к греху, ему будет некомфортно. И когда это он поймет на физическом своем уровне, на плотском, у него откроется сердце для принятия Духа Святого. И тогда у него главным индикатором будет Дух Святой. Он будет Вадим Духом Святым. А любой Вадим и Духом Святым написано Иисус, Иисус Дитя Божие. Овел, я знаете, о чем сейчас хотела спросить? Прям буквально что-то у меня все-таки тревожит этот вопрос. То, что Павла вот взял Иисус и вот прямо сказал, ты будешь моим служителем. Служителем, да? Да. Я, кстати, не задумывалась раньше об этом, что он единственный вот именно такой. Вот так прям, прям вот так вот не задумывалась, серьезно. А все-таки так хочется. Вот иногда же вот мы молимся, молимся, молимся за наших неспасенных, родноинбельских, вот за всех, кого любим, да, молимся годами. Вот, да, вот на протяжении 10 лет мы молимся, да, вот. И вот, ну никак не меняется. Вроде бы казалось, наверное, не меняется, потому что я не изменилась, потому что во мне не увидели Христа, потому что, наверное, все так вот, я такая плохая, поэтому мои родные и близкие не покаются. А с другой стороны думаешь, может быть, ну написано, что там, ну как бы не то, что написано, Господь избрал, кому покаяться, кому не покаяться. И все-таки так охотно, чтобы вот, даже если человек не хочет, Господь просто взял вот покаяться, просто по милости к нам, вот к нашему молитву, не знаю, к моей молитве. Иногда вот у меня бывает до истерик так, что я говорю, Господь, ну просто вот из-за меня, просто покаяться у человека. Это глупость. Сложный вопрос, потому что у каждого верующего, я думаю, есть такие люди. Надо помнить, что непокаявшиеся люди врагу не интересны. Они и так его. Этот мир весь его. Вот этот интернет его, это все его. Но мы используем его протяжение в своих целях. И евангелизировать интернет ты не можешь. И в интернет вдруг верующим не станет. И телефон твой тоже верующим не станет. Это всего-навсего кухон железа с пластиком, имеющие какие-то функции. А вот душа человеческая, она может евангелизироваться. Она может взять и уверовать в единого Бога. А задача сатаны доказать в себе своим ангелам падшим и всему миру, что Богу не стоит упомянуться, ему не стоит служить. Лучше служить вот этим вот. Написано же, да, вот те царства отдам, только поклонись мне. Там все сокровища мира отдам, только поклонись мне. И то же самое происходит с людьми. Вот люди, за которых мы молимся, они, их души приближают не нам. Причем они не продавали эти души. Они от рождения там. Я тебе говорю, Бог видит нашу землю, город трупов. И вот эти люди, трупы, которые ходят, они мертвы во грехе. Мы мертвы для греха. Ну, или, по крайней мере, умерщвляем себя для греха. А они мертвы во грехе. Просто чисто толпа, 7 миллиардов трупов там доходит. И среди них вот эти вот огоньки. Верующие, церкви, направления, миссионеры, там еще что-то. И по поводу вот того, покаяться сам человек или не покаяться. Смотри, никто не ожидал от того разбойника, который висел на кресте рядом с Иисусом, что он скажет, что типа, попроси отца за меня. Что ты раньше не просил? Что вдруг ты? Да? Но вот это было покаяние в последний момент. Вопрос. Что значит покаяние? Значит, человек должен там прийти, покаяться. Ой, я грешник великий. Вот одеть там белые одежды, помакаться в бассейн, получить Библию, произнести трехкилометровую молитву покаяния, читать Писание. Там, знаешь, это вот все. Разбойник вряд ли в синагогу ходил, на самом деле. Вот этот. Но, тем не менее, одной фразой, одной фразой он попал в рай. Одной фразой. Даже нет, извиняюсь, двумя. Это перед смертью. Да, перед смертью. А какая тебе разница, когда человек спасется? Не, ну, если уж выбирать, как, если не как, и перед смертью, то, естественно, из двух зол, да, выбираем. Знаешь, когда смерть настанет? А вдруг завтра? А вдруг сегодня вечер? Согласна. Но ведь молимся для того, чтобы не просто человек пока рожделся свыше, а для того, чтобы увидеть плоды, как он служит, как он... Вообще, по сути же, мы каждый... Каждый человек, даже еще не рожденный, он все равно родился по желанию Бога. И у каждого, даже не рожденного свыше, есть свое предназначение. Просто вопрос, он воспользуется этим или нет? И так хочется, чтобы наши родные и близкие не просто перед смертью покаились, а пришли к Господу, чтобы они вместе с нами стояли, славили, чтобы они вместе с нами служили, какие-то плоды для Господа делали, и все такое. Вот в идеале. Вот ключевое слово в детстве. Вот смотри, для чего мы людям... Вот, например, у меня есть машина, у меня нет... Ну, к примеру, у меня есть машина, да? Я обслуживаюсь в определенном каком-то гараже. Почему мне важно проповедовать Евангелие о гараже своему соседу, который купил машину? Именно об этом гараже Евангелие я вам проповедую. Почему? Потому что сам пользуешься. Потому что мне хочется, чтобы к этому гаражу пришел еще один человек, и нам было бы о чем с ним поговорить, чтобы мы с ним вместе ездили в один гараж. Вы хотите сказать, что мои молитвы корыстные, да? Естественно. Они у всех корыстные. Они у всех корыстные, потому что наш мозг, еще раз говорю, нам не принадлежит. Мозг наш все еще... Вот за него борется Дух Святой и Сатана. Они борются за него. И корысть в человеке... Кстати, корысть в верующем, это хорошо на самом деле. Наши даже богоугодные мысли, они все корыстные. Хотя бы спасение самого. Нам не хочется гореть в огне. Нам хочется быть присутствием Божьим. И это корысть. Но опять же, мы очень многие слова воспринимаем по-разному из-за того, что нам просто с детства внушили, что наглость – это плохо. А я считаю, что наглость – это хорошо. Потому что каждый как воспринимает по-разному. Люди, которые путают наглость с хамством и нахамством, а есть люди, которые говорят, что человек наглый – это человек дерзновенный. Воспринятие слов по-разному. Почему, когда MLM-щики продают свои БАДы, они не говорят, мы пьем таблетки, мы пьем продукт. Потому что таблетка у многих равно лекарство. А на самом деле таблетка – это форма подачи продукта. Вот и все. Таблетированный есть даже нафталин, но мы же его не пьем, но это таблетка. Окей? Когда мы молимся, мы хотим на самом деле не спасения человека, но мы хотим, чтобы он вместе с нами был, чтобы мы вместе в одну церковь ходили, чтобы одну Библию читали, чтобы в доме… я сказал не тому, что написано в Библии. Мы не знаем, когда кто, при каких обстоятельствах будет спасен. А может быть, он уже спасен, а мы этого не знаем. Были бы плоды? Неизвестно. Есть очень много верующих, искренне верующих людей, которые даже не знают, что такое плоды Святого Духа. Они Библию никогда не открывали. Но они искренне верующие люди. Они неграмотные, они читать не умеют. И никто не рассказал про плоды, но они искренне верующие люди. Они веруют в Иисуса, они молятся единому Богу, Создателю неба и земли, они делают добрые дела. Они понятия не имеют, что такое плоды Святого Духа. И ни плоды, ни дары, ничего не знают вообще. Вообще не понимают, что это такое, никогда в этом не слышали. И они будут спасены при всем бредах. Их могли даже в бассейн не макать. Они не знали, что оказывается крещение это в бассейн помакаться. Ну, не знали. Но они искренне верующие люди. Разбойник, который был на кресте, он был искренне верующий человек. Его не макали ни в какой бассейн. Ему не рассказывали про плоды Святого Духа. Он вообще про Святого Духа ничего не слышал. Но он стал, он должен спасться. Ты будешь, если ты внимательно читаешь Писание, ты будешь очень удивлена в момент суда увидеть среди оправданных тех, о ком-то даже предположить, этого не могу, а среди осужденных многих из твоей церкви. Ты будешь очень удивлен. Поэтому говорить, что он не спасен, ты же не знаешь, кто спасен, кто не спасен. Ты же не спасаешь. У тебя же нет свидетельства спасения. Но все равно, если, допустим, взять, ну ладно, про женщин можно не понять. Вот, предположим, мужчину, да? Да. Вот возьмем подросток. Он может с детских лет слушать Слово Божие. Ему дома говорят. Даже уже чуть ли, он уже уши хочет заткнуть, потому что слишком много говорят. Но, тем не менее, нельзя назвать рождением свыше, потому что я не знаю. То есть я могу предположить, что нет рождения свыше, потому что плоды мирские, потому что, ну, видно, то есть слушает музыку, не ту. Давай про музыку не будем. Хорошо. Общение с людьми, с которыми, казалось бы, ну не надо. Например? Ну, например, что, то есть человека, рожденного свыше, его тянет к таким же. Серьезно? А меня не тянет к таким же. Я не собираюсь всю жизнь провести в собрании святых. Мое призвание здесь проповедовать грешникам, а не святым. Я не хочу сидеть в собрании святых. Ни одного раза в церкви вот так достаточно. Вот так. Даже вот так. Больше не надо мне. Реально не надо. Мне это много. Одного раза не знаю. То есть у вас такая позиция, что как бы вот, да, я верующий, но с верующими дружить не хочу, я буду дружить с ним. Дружить я хочу с верующими, у меня полно, но времяпрепровождение должно быть среди неверующих. Если сам сильный и утвержденный. И если не общаешься на те темы, то найдя там, я буду пиво пить, а ты со мной рядом посиди. А если именно общаемся, мы только для того, чтобы не стереваться. Я сам, пускай пьет рядом со мной пиво и курит сигареты. Я ему буду рассказывать нужные вещи при этом. Я буду ему рассказывать при этом нужные вещи. Я заметил, как это происходит. За два года, с того момента, как я уверовал, я общаюсь с людьми вот просто, вот, я не знаю, более грешными их называть, наверное, нельзя, потому что мы прелюбодеяние, все, что хочешь. Но я вижу, что они в моем присутствии уже не говорят на те темы, которые они раньше говорили в моем присутствии. Значит, что-то где-то работает. Ну, отчасти я согласна, даже себя не иногда осталось. Моё призвание, я считаю, находиться в среде неверующих грешников. Там моё место. Это же псалом номер один. А при чём тут псалом номер один? При чём тут? А если они собрали, не, там, сидит в собрании нечестивых, ой, где там псалом-то? Стоит, не ходит, не стоит, да, я помню. Да, ну там, а как же, а как же тогда вот такой, уважен муж, который не ходит на совет, нечестивых, не стоит на пути грешных, сидит в собрании развратителей? Можно я на иврите тебе расскажу? Нет, я не спорю, я просто хочу понять. Вот я тебе хочу, чтобы ты тоже понимал. Здесь написано так. Уважен муж, перевожу дословно фактически, который не ходит по совету развратителей. путями грешными и не стоит, на путях грешных не стоит и в, как это называется, ну, короче, да, с развратителями не сидит, короче, ну, примерно так. Но, обрати внимание, по пути, по совету развратителей не стоит на пути грешных, грешных. То есть, не слушает советов грешных, грешников этого мира. То есть, по совету грешников, по совету развратителей на путях грешных не стоит. Вот как здесь написано на еврейском. Есть разница между тем, что в сильно дальнем переводе написано? Вот, прям со знаками препинания прочитал. А дальше написано, в совете развратить, в собрании развратителей не сидит. Да, я не хожу с ними на их вечеринки. Я знаю, что они собираются ради того, чтобы напиться там и там посквернословить, тогда туда я не хожу. Но я в их обществе, в ежедневном там нахожусь. То есть, вот, даже в полиции в той же самой. Да, я нахожусь там, я не хожу на их вечеринки давно уже. Даже меня приглашают, когда я... Это же работа. Нет, не работа, это добровольно. Ну, в смысле... Но чем тебе, чем тебе не собрание грешников? Собрание грешников. Но если раньше в моем присутствии не позволяли себе много чего, то сегодня этого они уже не позволяют. Именно в моем присутствии. Понимаешь? Потому что они видят, что я уже давно матом не матерюсь, водку не пью, я раньше не пил, не курю давно уже. Они меня знают уже 13 лет, и они понимают, что у меня другой образ жизни. Некоторые спрашивают, что, почему. а если возвратиться вот к этому подростку, сам неукрепленный, и как раз таки, если бы, ладно бы, если бы он воздействовал своим мнением на них, нет, он-то больше как он, он сообразуется с этим миром. Он с ними вот так вот варится. он не верующий, ему все равно. Нет плодов. Вот. Он не сообразуется, он его часть. Ну, да, то есть, и как раз таки, вот я о чем уговорю, что плодов-то нет. И как же... Плоды не могут быть у человека, который не окрещен Духом Святым. Не может быть никаких плодов. Да. И вот как же, хочется же, чтобы не перед смертью. Мало ли, что тебе хочется. Вопрос, хочется ли ему. Вопрос, хочется ли ему. Нет, ему не хочется. Потому что мы, господа верующие, да, так сильно наседаем на своих детей, да, что вот это нельзя, а это плохо, а это так, а это это, чтобы ходить путями истинными и наставлять других на путь истинный. Вернее, нужно сначала самим ходить по путям истинным. А у нас слишком пуританское воспитание мы хотим дать своим детям. Такое? Пуританское. Мы хотим, чтобы они были в этих самых, ну, как это называется, в путях истины прямо с рождения. Да, то есть они должны вот здесь вот они даже с этим мальчиком ты не дружем, плохом у тебя научат. А вот сюда не ходи, тут тебе плохо вот там сделают. А вот это нельзя. А так не кушают, так не сидят, так не стоят, так не лежат, так не говорят, так не... ему не нравится все это. написано, что юношу направь, там, направь дитя с юношества, что ли. Я все понимаю, я все понимаю, только давайте мы не будем мерить трехтысячелетней давности историю на сегодняшний день. в те времена неверующих евреев не было. Ну и что? Поэтому там все понятно. Тогда человек, который курит, там, курит анашу, пьет водку и мальчик, который спит с мальчиками, это было исключение из правил. А сегодня, если ты не куришь наркотики, там, не пьешь алкоголь, не спишь с мальчиками, ты исключение из правил. Потому что мир изменился. Так вот. Не было ни одного мальчика, который не ходит в синагогу, который не носит цицит, ну, эти кисточки, да, который не носит, который не читает писание, который не изучает слово Божие, который не поклоняется царю, которого Бог поставил, да, который не молится в храме, таких не было. Если ты этого не делаешь, вот тебя надо наставлять на путь истины, а сегодня все по-другому. Все по-другому. Мы хотим, вот мы верующие люди, пришедшие из мира, мы все мирские, да, мы пришли из мира, и мы хотим, чтобы наши дети, которые, мы сами по себе-то знаем, сколько нам взяло времени прийти к Богу, а наши дети, которые являются частью этого мира и принадлежат на сто процентов этому миру, мы хотим, чтобы они жили ценностями верующих людей, тогда как они снаружи этого не видят. Они снаружи видят, что Бог допускает, чтобы у преступников были дорогие машины, дорогие дома, там куча женщин, там рекой вино лилось, куча, деньги, деньгами можно было сорить. Этим враг подкупает психику любого человека. Вот говорят, что верующий человек может быть богатым, а я считаю наоборот. Вот когда все верующие поймут, что им нужно быть богатыми, успешными, знаменитыми, влиятельными, с кучей денег, на дорогих машинах, живущих в дорогих домах, строящих большие там какие-то церкви, делающие благотворительность, чтобы знали, что вот этот детский дом построил человек, там Вася Петров, верующий в Иисуса Христа. Вот это будет проявление благодати реальной на этот мир. Тогда наши дети подумают, вау, значит, можно быть верующим богатым, а у богатого верующего с ним Бог ходит и ангелов свое заповедует, чтобы несли, чтобы нога не преткнулась. И не нужно им у них его хранить, или никто. И все круто у них. Я тоже таким хочу быть. Что нужно сделать, чтобы таким стать? Нет, Аверия, ты с одной стороны. Сейчас, секунду. Понятно, что не все станут богатыми и знаменитыми. Понятно. Не все. Но, по крайней мере, люди в миру будут видеть, что не нужно быть преступником, вором, взяточником, убийцей, чтобы быть богатым, знаменитым и влиятельным. Что Бог это дает. Бог видит мотив? А? Бог видит мотив? Естественно, мотив должен быть изначально правильный. Но если мы уже верующие, то у нас мотив правильный, то давайте, я, например, вот у меня есть цель сейчас, да, на ближайшее время. это взять шефство над каким-нибудь сиротой, над одним. Над одним сиротой взять шефство. Здесь в Израиле не позволяется, чтобы это было шефство открытое. То есть я не могу сказать, окей, я сейчас вот буду за этим мальчиком или этой девочкой заниматься. Я могу только единственное что сделать. Я могу оплатить ему, скажем, какие-то расходы. Я могу положить ему на счет открытые государством деньги какие-то. Он никогда не узнает, кто это сделал. Да? Ну, то есть если он запросит, ему обязаны предоставить информацию после 18 лет. Но до этого он никогда не узнает, кто это сделал. Ну, например, я хочу взять именно над сиротой каким-нибудь в России. Я хочу найти человека, верующего, который смог бы над этим сиротой взять там шефство моими деньгами. Потому что теми... Только деньгами? А? Только деньгами? А чем еще я могу это сделать? Я не могу приехать. Я не могу ничего больше сделать? К сожалению, пока. Я пока не... благодарен. Да, пока деньгами. Я считаю, что если какой-то из сирот получит дополнительные... Я не имею в виду там ребенка в детском доме. Понятно, что я этого не сделаю. Потому что что-то... Он получит деньги, а другой нет. Нет, я хочу найти парня, который уже вышел из детского дома, там девушка, который вышел из детского дома, который хочет устроиться в жизни. И для нее там те же там 10-15 тысяч рублей это существенная сумма. Здесь-то не деньги, просто не деньги. А там это будет реальная существенная помощь. Пока. На первое время, по крайней мере. Если могу помочь еще чем-то, то могу еще чем-то. Но... Вот у меня такая цель на ближайшее время. Потому что это то, чем я могу помочь сегодня реально. У меня нет миллионов долларов, чтобы построить новый детский дом. Хотя я к этому стремлюсь. Но помочь кому-то реально деньгами я могу. Но я хочу, чтобы этот человек... Пусть он не знает моего имени, но я хочу, чтобы он знал, что это благотворительная помощь от человека, верующего в Высоса Христа. Вот это я хочу, чтобы он знал. Пусть он не знает моего имени, пусть он не знает, откуда это все берется. Не важно. Он должен знать, какой это мотив. С одной стороны, это вообще круто. Здорово. А с другой стороны, человек... Да, потому что тогда, тогда, тогда вряд ли этот человек вообще когда-нибудь задумается встать на путь грешника. Потому что он будет видеть, что его опекает праведный. Там будет другое присутствие духа, понимаешь? А многие сегодня из нас изверующие говорят, вот я бы хотел бы кому-нибудь возьми шефство над сиротой в детском доме. Над одним сиротой в детском доме. открой ему деподитный счет и клади туда по 200 рублей в месяц. Оформи у нотариуса какой-то там документ, который нужен, я не знаю, как он называется. Когда ребенку исполниться в 18 лет, он пришел под деподит и взял деньги. 200 рублей, 300 рублей, 500 рублей в месяц каждый может отложить. А вместо этого мы какими-то грандиозными планами занимаемся церкви строим, вау, все сверкает, крест в восьми цветах, переливается музыка. Это круто, конечно, это способ популяризации Иисуса Христа. Церковь строит, церковь. Да, но как бы есть вещи, которые Иисус говорит конкретно. Я голодал, и вы не накормили меня, я был нагрев, и вы не одели меня, я был в больнице, и вы не посетили меня, я был в тюрьме, и вы не навестили меня. Но не все же деньгами. Все деньгами. В этом мире, к сожалению, все деньгами. Все деньгами. Что еще ты можешь сделать не деньгами? Ну, пойди накорми ребенка за честное слово. Нет, в этом я согласна. То есть к деньгам плюс общение, наставление. Смотри, вот очень тонкий момент. Вот говорят, не в деньгах счастье, да? А я считаю, что деньги это наивысший, наивысший, как это сказать, наивысшее реальное проявление благодарности. Потому что в мире всего, сегодняшний, деньги это все. Вот в миру деньги это все. Да? Если у человека нет денег, он считается нищим. А если у него есть деньги, он считается богатым. Если у тебя есть деньги, ты можешь справиться с проблемами. Если у тебя нет денег, ты не можешь справиться с проблемами. Большинству людей деньги остаются очень тяжело. ну, ну, очень они пашут, там страшное дело. Так вот, когда человек приносит тебе деньги, не богатый человек, а обычный человек приносит тебе деньги, он реально проявляет к тебе наивысшую благодарность, потому что он отдает что-то, что ему досталось очень тяжело. Он бы мог прийти и сказать, я тебе так благодарен, ну, так благодарен, и расцеловать тебя во все приличные места. Но, когда он тебе приносит деньги, он реально отрывает от себя, от своего бюджета что-то, что ему досталось жутко тяжело, и он тебя реально благодарит. Вот в данном случае, сколько денег, не имеет значения, главное, что он тебе принес деньги. То же самое, когда ты идешь и помогаешь нуждающемуся, важно помочь деньгами. Ну, если совсем реально нет денег, и ты на сердце знаешь, что нет денег, помоги делами. Но, когда ты помогаешь деньгами, то это наивысшее твое проявление твоей щедрости, потому что ты отдаешь в этот момент самое-самое-самое важное, что у тебя есть. ты оторвала от своего бюджета то, за что ты очень тяжело работала, что тебе реально тяжело достается, и без чего ты, возможно, завтра не купишь себе того, чего ты хотела бы купить. Вот это я считаю... Это важно, чтобы человек этот понял. Это не важно, он поймет или нет, я это не для него делаю, я это делаю для себя. Потому что так в Писании написано. Я для Бога это делаю, этого человека мне Бог послал, чтобы я его опекал. Поймет или не поймет, неважно. Кстати, это уголовно наказуемое преступление, проповедовать Евангелие за материальную помощь. То есть, я тебе буду помогать, но ты будешь при этом служить Евангелем. нельзя. То есть, деньги может расположить сердце, но в любом случае ведь... Все раз, смотри, мы же покупаем душа. Я не говорю про купюры. Я, например, никогда, если кто-то нуждается в еде, я денег ему не дам в жизни никогда, ни копейки, ни одной. И у меня были случаи, когда приходил человек, мне нечего дома есть. Я говорю, пошли в супер, я куплю тебе еды. Но денег я ему не дам. Не дам ему физические купюры в деньги, он не получит в руки от меня никогда. Я могу там пару шекелей вот мелочи у меня есть в кармане положить нищему на улице. Но так, чтобы прийти к человеку и сказать ему на деньги в жизни никогда. В жизни никогда. Если он нуждается, да? Благословить это одно, благословить деньгами. Но если человек нуждается, я не приду, не принесу ему деньги. Я принесу ему еду, я оплачу ему какой-то счет, я еще что-то сделаю. Но никогда не дам ему в руки деньги. Особенно, если я знаю, что он не верующий. Потому что он их может потратить как раз на что-то мирское, и у этих денег не будет благословений. Еду он на наркотик не поменяет, а деньги – да. За еду он водку не купит, а за деньги – да. Поэтому лучше я ему еду дам, счет оплачу за что-нибудь. Все, что я могу сделать. Но если так, то на самом деле может быть верно. Поэтому я же еще раз говорю, что мы вместо того, чтобы сидеть вот целыми днями с утра до ночи и молиться в собрании святых, лучше пойти на улицу, встать на пути грешника, не на грешном пути встать, а встать на пути грешника и молиться вместе с ним за его спасение. Вот это наше призвание. Согласна. А совсем не сидеть в церкви в собрании святых. Там нечего делать вообще. Вот в церкви реально нечего делать. Туда нужно прийти для того, чтобы, первое, прославить Бога, второе, помолиться в присутствии Божьим, потому что написано, где двое или трое собранное время, но я там среди них. И третье, пообщаться с братьями и сестрами. Все, все остальное время проводить на путях у грешников. Вставать на их... В церкви, предположим, мы очень мало бываем. Полтора-два часа там... Это выдаст... как раз таки... А где же тогда человек научится изучать Слово Божие? Ну, не то, что научится, непонятно. Но если мы дома будем каждый изучать... Пастор мой говорит такую вещь. Когда он стал пастором, он еще даже Библию до конца не прочитал. Но вокруг него собралась куча народа, и он был пастором в церкви. Он даже не прочитал всю Библию еще на тот момент. И он говорил такую вещь. Я когда садился читать Библию, я просил у Господа только одного. Господь, возможно, я не совсем согласен, но это Твое слово. Возможно, я не все пойму, но все, что я прочитаю, я хотел бы, чтобы Ты дал мне понять. Если ты еще раз смотрю, если человек крещен Духом Святым, он как и в Писании было написано под руководством Святого Духа, таким образом, и он поймет все под руководством Святого Духа. Мы ведомы Духом Святым, а не пастырами нашими. Пастырами нашим. Наш пастор, каждого из нас, он не для того, чтобы вести нас к Слову Божьему. Мы путаем разные вещи. Пастор нужен только для одной единственной цели, чтобы мы в этом миру не сбились с пути. Он больше ни для чего нам не нужен, этот пастыр. Своим словом он направляет как раз. Где? Он не направляет на... Он словом Божьим ведет нас, чтобы мы не... Вот это вот его посох, вот это... Посохом ведет нас в этом миру, чтобы мы не сбились с пути. А ведомы Богом и Духом Святым, а не пастором. Ну да, естественно. Поэтому, если кто хочет попасть, здесь он отождествляет пастора с чем-то, что приблизит его к Богу, это уже, простите, парисейство, пастор не приближает к Богу. Он доносит Слово Божие. Нет, еще раз повторяю, доносить Слово Божьим ошибки, и я могу доносить. Не, не вопрос, не только пастор. Он может доносить Слово Божие. Любой крещенный Духом Святым может доносить Слово Божие. Для этого не надо быть пастором. Я хочу сказать, что вот чем мы занимаемся в церкви, то есть, это домашнее служение, да? Точно так же мы приходим, вместе молимся, то есть, совокупная благодать в молитве, в прославлении. Три вещи. Прославление, молитва и общение. Все. Прославление, молитва, общение. Ну, не просто общение, сидим, чай пьем, например, да? Я слышала, что есть такие домашки, где просто чай пить и болтают на разные темы. То есть, нет, мы сидим и разбираем Слово Божье. Хорошо, можно и Слово Божье разбирать, как раз таки те, которые вновь пришли, слышат. Собрание, не путай собрание с домашней группой. Домашняя группа, это не собрание, домашняя группа, это домашняя группа. А собрание, то есть, что называется сегодня церковь, да? Где двое или трое, там уже собрание. Еще раз. Собрание, вот то, что ты читай, давай по Писанию разговаривать, да? Написано, что синагога, вот это самое синагога, где учили Иисус, где учили и Павел, и Петр, и все, это в переводе из иврита, это Бейт Кнесет, дом, собрание. Окей? Вот в доме собрания, оно для того и существует, чтобы изучать слово, прославлять Бога, молиться и изучать слово. Вот это называется общение. Мы общаемся не друг с другом, а со словом Божьим. Кто-то носит обычно, служитель, это не обязательно пастор, это может быть любой из пресс-виттеров, это может быть любой служитель. Да? Да и пастор, но я проповедую, я не слово Божьего, же, должен пастором себя называть, что ли? Нет, я просто, я вижу себя в этом служении. Но пастор, он не нужен нам для того, чтобы приблизить нам нас к Богу. Не дай Бог, если кто-то подумает, что он пастор, приближает людей к Богу. У нас только один человек приближает людей к Богу. Нет, не только пастор. Пастор? У нас, например, на домашнем служении нет пастора. Еще раз. Может и быть, у нас, например, домашнем служении есть пастор. Вот это в его посох, с помощью которого он ведет свое стадо, которое ему доверил Господь, чтобы это стадо не сбилось с пути. И вот это он несет в руках, доносит до наших ушей, чтобы мы слышали слово пастора и шли по пути правильному, по пути истинному. Но он не приближает нас к Богу. Поэтому, возможно, тебе не хватает общения с пастором. Но для этого не надо проводить время в церкви всю неделю. Для этого нужно пастору позвонить, встретиться с ним. Это тоже часть служения, его и твое. Нет, а кто же все недели там проводит-то? Он говорит, что три раза в неделю воскресенье. Я бы взбесился три раза в неделю сидеть в собрании святых. Воскресенье в любом случае, да? Среда – это домашнее служение, где такое же служение, как и воскресенье. Так это же не церковь, ты же не путай. Домашнее служение – это пропуск. А что такое церковь? Это здание или собрание святых? Церковь – это тело Иисуса Христа. Вот, где двое или трое. Но мы сегодня церковью называем собрание, когда мы ходим на прославление, какое-то помещение, куда мы ходим. Вот это мы называем церковь. Мы путаем слово собрание со словом церковь. Вот если ты считаешь, что то место, где вы ходите, где у вас стоит пианино, там барабаны, что там еще у вас, труба, саксофон и прочее, где вы прославляете, где у вас микрофоны, где сидят люди, они молятся, кафедра, пастор стоит. Это церковь? То это называется собрание в данном случае. Собрание? Да. А то, что у вас собирается дома, ты можешь называть его хоть утюгом. Это тоже собрание. Ты можешь называть его хоть утюгом. Да? Вот два человека на улице стоят, это тоже собрание. Но домашняя группа, не нет, а да, там, где двое, два человека, где больше одного человека собираются, это собрание. Ну, да. Так вот, домашняя группа – это инструмент евангелизации. Домашнюю группу не имеет смысла собирать только с верующими. Смысла в этом никакого нет. Но если хочет человек прийти неверующий, пожалуйста, кто же дверь-то закрывает? Домашняя группа нужна для того, чтобы там было по большей части неверующий и по меньшей части верующий. Да дай бы Бог по-больше прийти. Евангелие донести нужно. Это опять получается собрание святых. Оно ни к чему не приводит. К сожалению, по большей части, да. Это агитация агитированных. Да. За советскую власть. По большей части, да. Нам надо, поэтому, если у вас нету на домашнюю группу, я, например, свою домашнюю группу прекратил дома, потому что сюда перестали ходить неверующие. Смысл сидеть в собрании святых, проводить время просто за приятной чашкой чая нету никакого. У нас нет, че пить. Но мы, по крайней мере, молимся о том, чтобы были платы. Ты сказал, что тебе нужно обязательно для вашего молиться назначить день в домашнюю группу. Соберитесь вдвоем со своей подругой, молитесь ради Бога, хоть на автобусной остановке, кто вам запрещает. А вот пойти, пойти, поговорить с алкоголиком, поговорить с наркоманом, прийти в дом, в семью нуждающихся. Не надо им деньги нести, принесите им два пакета фруктов на Новый год. Вот скиньтесь и принесите в одну семью два пакета фруктов. Просто скажите... У нас делается так. Замечательно. Видишь, все-таки делается что-то. Вот это ж приятнее гораздо, чем сидеть и тупо обсуждать то, что вы уже обсуждали. Как нам пригласить верующих? Как нам обустроить страну, да? Нет, зачем? Причем тут страна? У кого-то свое откровение. Каждый поделился своим откровением. Вместе прославили Бога, помолились и вышли. Это все хорошо, все классно, делитесь. Но это можно поделиться по телефону, позвонить, слушай, у меня такое откровение было. Это не обязательно собираться, устраивать за два ритуала. Знаешь, как в том анекдоте, когда еврей сидит на собрании колхоза, и представитель управления колхоза говорит, у нас на повестке дня два вопроса. Строительство сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок переходим сразу ко второму вопросу. Еврей говорит, послушайте, у меня была мама, у которой было много домов. Она сказала, что когда нету, тогда не строят. Божье царство, написано, придет на землю, когда войдет полное число язычников. Если они не войдут в присутствие Божие, то вся наша работа бессмысленна вообще. Все эти молитвы, все эти заседания, прославления, микрофоны, барабаны, кресты восьми цветах переливающиеся на теле. Никому не нужно вообще. Нам нужно идти, стоять на пути у грешника и проповедовать ему Евангелие, чтобы он этот путь не продолжил. Вот это наша задача. А совсем не сидеть и устраивать ритуал. Оно надо собраться два раза в неделю, обязательно побеседовать. Откровение. Возьми телефон, послушай, мне такое откровение было. И не трать время на эту ерунду. Пойди лучше с грешником побеседовать. Возьми два апельсина, ребенку на улице, дай бездомному. Хлеба купили. Какой-нибудь бабушке, которая живет в соседнем подъезде, выйти не может. Вот чем надо заниматься. Делами своими проповедовать Евангелие надо, а не в группах сидеть и обсуждать Слово Божие. Согласна. Ладно. Все. Мы уже и так разговариваем. Полтора часа. Наставь всегда. Сначала не о чем поговорить, потом остановиться. Все. В следующей неделе осталось, о чем еще разговаривать. Спасибо за внимание всем, кто слушал. Спасибо за вопросы, за беседу. Будем встречаться с вами в следующую пятницу в одиннадцатом выпуске беседы о Библии. С вами был Авиэль Стампель и Гузель Лива из Вестыки в Израиле и из города Салават в Башкирии. Всем пока. Всем благословерной недели и благословерной служении. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»